Девушки отдыхают Крупа мужчин с завязанными глазами направляется в лес. Сейчас их будут расстреливать. И они об этом знают. Смертники – это в основном бизнесмены и руководители фирмы. Это не игрушки. Стрелять будут боевыми патронами. А те, кому предназначены эти выстрелы, должны все видеть своими глазами. Единственное, что они могут – это кричать, срывая голосовые связки. Выстрел. Второй. Третий. За эти мгновения перед приговоренным к расстрелу проносится вся жизнь. Пули с отвратительным звуком впиваются в дерево в сантиметрах над головой. Так проходит психологический тренер. Состоятельные люди платят деньги за адреналин. Они убивают в себе трусов. Учатся терпеть боль и не боятся. Я верю в себя. Я всегда побеждаю. Я всегда побеждаю. Я верю в себя. Руководит этими странными занятиями психолог Вадим Шлахтер. Снайдин – мастер спорта. Случайности исключены. Пули не должны никого задеть. Но об этом испытуемые узнают позже, когда тренинг закончится. В этом и суть. Они хотят ощутить страх и сладость последней секунды жизни. И они это получают. И они ощутят свист пуль. Они услышат треск коры дерева, сбиваемый в 30-40 сантиметрах над головами. Но они должны смотреть только в ствол оружия и чувствовать, что оружие направлено на них. На самом деле, с полусотни метров кажется, что оружие смотрит в глаза каждому. И видят направленный на себя ствол, видят вспышки выстрелов. Я стреляю с карабина 20-го или 12-го калибра. Видят вспышки выстрелов, слышат грохот. Люди испытывают эти переживания. Теперь этот человек после боевого танца под пулями, он становится стреляным. А за одного стреляного можно дать пять нестреляных. Здесь практикуются разные виды экстремального тренинга. Например, прыжки с высоты. Роуп-джампинг. Никогда не знаешь, чем обернется это сальто-мортально. Шлахтер, пожалуй, одна из самых скандальных и парадоксальных фигур среди тех, кто называет себя психологом. Одни его боятся, другие ненавидят. Третий боготворят. Тренинги типа «Давай поговорим о твоих проблемах» шлахтер променял на полигон и спортивный зал. Занятия начинаются со знакомства клиентов с технологией шлахтера. Он учит своих подопечных звереть. Поединке «Человек против смерти» надо учиться побеждать во что бы то ни стало. Идея не бесспорная. Но если шлахтер входит, значит, это кому-нибудь нужно. Каждый миг нашей жизни должен быть таким, как будто это последний миг нашей жизни. Каждый миг нашей жизни должен быть таким, как будто всю предыдущую жизнь мы готовились к нему, к этому мгновению. Каждый миг нашей жизни должен быть таким, как будто вся предыдущая жизнь была посвящена этому мгновению. Вот этому и предназначаются мои занятия. Насытить, накалить яростной жизнью каждый миг вашего существования здесь. Пятый угол. Или не бояться сильного. Найти выход, когда его нет. В наше время нас пугают радиацией, терроризмом, просроченными кредитами, свиным гриппом и кариесом. С этими и другими фобиями надо уметь бороться. Ведь именно страх позволяет манипулировать людьми. Убить в себе этот страх и вернуть вкус к жизни. Кто-то из этих людей верит, что так оно и будет. Для чего нужно экстрим? Для чего люди прыгают с парашютом? Для чего нужен роп-джампинг? Наверное, для того, чтобы вернуть в свою жизнь драйв, вспомнить то ощущение, когда ничего не страшно. Сметь преодолеть любые преграды. Противостоять самому смелому, могучему врагу. Ну и смело вступать в любые конфликтные ситуации, случающиеся в жизни. Игры на грани фола. То, что сейчас происходит на этой любительской записи, называется похороны воинов. Человек ложится в вырытую своими руками могилу. Потом его закапывают. Похороненный заживо должен провести в таком положении целую ночь. Развлечение на любителя. Во всяком случае, авторы фильма не разделяют пафоса этой идеей. Когда я закапываю ученика под землю с трубкой, через которую он дышит, он испытывает все ощущения похороненного. Он должен похоронить в земле свои страхи, комплексы, весь негативный прошлый опыт. Игры со смертью занятий не для всех. На эти тренинги жесточайший отбор. Допускаются только психически здоровые люди. Хотя кто-то, узнав, что здесь происходит, наверняка покрутит пальцем у виска. Дети, любовь, семья. Все, что дорого каждому, смерть перечеркивает раз и навсегда. Смерть – отвратительная штука. Но когда один человек убивает другого ради самоутверждения, это отвратительно вдвойне. В этом доме, в 18-й квартире мы жили вчетвером. Я, пострадавший, хозяйка квартиры и девушка пострадавшая. В 2008 году в этом московском доме появился Андрей из Санкт-Петербурга. Хозяйка квартиры не думала, что вскоре здесь собьют гнездо сатанисты. А ее сожитель объявит себя лидером секты с правом казнить или миловать своих адектов. Андрей был общительным парнем, легко сходился с людьми. Вскоре в квартире стали собираться компании. Это были обычные молодежные посиделки под пиво и гитару. Но Андрею казалось мало быть просто душой компании. Он хотел подчинить себе этих людей. Мнил себя настоящим гуру. Андрей увлекался мистикой. Перечитал массу книг, облазил весь интернет. Теперь вместо анекдотов он развлекал друзей разговорами о чертовщине и смерти. Кто-то пожимал плечами, кто-то заинтересованно кивал. Девушки млили и вздыхали под его словесную билиберду. Вскоре Андрей сам придумал дьявольский ритуал поклонения сатане. Все это сильно напоминало детскую игру. Плохую пародию на дешевые фильмы ужасов. Для этого они знают, что основным ритуалом в сатанизме является так называемая черная месса. Они находили добровольца, девушку, которая изображала якобы алтарь сатаны. Они крапили на нее кровью из размороженного мяса обыкновенного. Все это настолько было пародийно. Они считали, что это серьезно. Молодые люди расставляли свечи звездой. Под экстатический шепот повторяли заклинания. Упивались ритуалами. Или делали вид. Трудно поверить, чтобы взрослые люди, ведь каждому уже давно за 20, с таким восторгом исполняли свои партии в этом детском шоу. Хотя человек, готовый воспринимать подобный бред, обязательно когда-нибудь в него поверят. Кто-то, может быть, в этой секте в шутку говорит о смерти и о необходимости жертвоприношения, допустим. А некоторые люди психологически слабые, неподготовленные к этому, духовно убогие, они могут это принять за чистую монету и попытаться в это сыграть по-настоящему. Андрей упивался своей властью. Он назвал свою компанию «сектой темных сил». А себя назначил главным жрецом. Постоянных участников было немного. Но это была основа группы. Их поглотил мистический туман. Из раза в раз эти молодые люди брались за руки и шептали придуманные Андреем заклинания. Они что-то просили у темных сил, самозабвенно веря в могущество потустороннего мира. Они не боялись демонов и злых духов. Напротив, заклинаниями и ритуалами они пытались вступить с ними в тайный союз. Андрей был счастлив. У него было чудовищное стремление к власти. Вот пусть три человека, но слушают меня, разденув рот. Ну, четыре – это вообще оптимальный вариант. Говорить там о миллионах – ну, это в большой-большой перспективе. Но дома он такой перспективе устроил. Эти посиделки на квартире у Андрея были похожи на тысячи других. Пиво, трёп, ничего не делание. Правда, говорили в основном о загробной жизни. Сегодня таких кружков множество. Пожалуй, самые известные из них – годы. Для них смерть – культ. Перевоплощение вампиров и ведьм – цель. Собственная уютная могилка – мечта всей никчёмной земной жизни. Считается, что это своеобразный протест. Бунт против фальшивых общественных устоев и правил. Секта тёмных сил под началом Андрея на людях себя ничем не проявляла. Никто и не догадывался о том, что происходит за этой дверью. Соседи умилялись. Надо же, молодёжь собирается, и тишина. Ночью они не шумели, не кричали, не вопили. Голыми там на личную площадку не выбегали. Ничего. Костры там не жгли. Ну, та шу-шу-бу-бу. Как молодёжная встречается тусовка. О чём-то говорят. Ну, музыку надо слушали. Хозяйка квартиры Людмила влюбилась в своего гуру. Кормила прямо у компьютера. Чтобы любимый не отрывался от важного дела. Андрей в это время разрабатывал устав своего тайного общества. Решал, каким будет ритуал посвящения в сектанты. Девушка верила. Её избранник – мессия. Придёт время, и он поведёт за собой миллионы. Когда Андрея выгнали с работы, Людмила сама стала зарабатывать деньги. С высшим образованием и двумя иностранными языками это не было проблемой. Андрей дни напролёт пропадал в интернете. Искал всякую чертовщину, а потом с видом учителя вбивал её в головы своих друзей. Людмила восхищалась своим всесильным любимым. Идиллия закончилась, когда в гости к Андрею приехал его знакомый Даниил. Я приехал пострадать в мою гостю. А как вы с ним познакомились? Через очередь знакомых летом прошлого года. А где? На стене. На руках у Даниила наколоты чуть ли не все оккультные знаки. Сатанист со стажем. Изучал пособия по мистике и неплохо разбирался во всей этой чертовщине. То, что происходило в квартире у Людмилы, пренебрежительно назвал детским садом. Попытался всё переиначить. Андрей почувствовал угрозу своему авторитету и стал готовиться к ответному удару. И говорит, ну, ребята, ну, во-первых, это всё как пародия рассматривается. Вот давайте, я занимался этим серьёзно. Вот такие-то вещи нужно было делать, так-то, так-то. И это воспринималось как покушение на его власть. Как покушение на его власть, на святая и святых. То, что он чем дорожил. У него больше другого ничего не было. Андрей понял. Ещё чуть-чуть и конкурент отнимет у него секту. Но его ждало ещё одно разочарование. Теперь Людмила стала проявлять к Даниилу всё больше внимания. Говорит лучше, знает больше и силой никому ничего не доказывает. Он-то и есть настоящий лидер. Вскоре те, кто прежде крутились вокруг Андрея, теперь слушали этого самозванца, раскрыв рот. Андрей стал раздражаться по каждому пустяку. Больше всех доставалось Людмиле. Вот так охарактеризовала потерпевшего. Как человека вспыльчивого, достаточно агрессивного, с некоторыми садистскими наклонностями. Тот мог просто так подойти и вывернуть руку. Людмила поняла, Андрей больше не её герой. Теперь её кумир Даниил. И он займёт место прежнего гуру. Следом она предложила новому приятелю пожить вместе. Была ли это любовь, или Даниил искал себе новую жертву, в этот момент ещё не было ясно. Свои отношения они решили держать в тайне. Но повязали друг друга сатанинским ритуалом. Он даже с ней произвёл определённый, скажем так, ритуал обмена кровью. Они порезали друг другу руки и приложили руки друг к другу, для того, чтобы обменяться кровью. Но это глубоко интимные вещи, как он сказал. Это в его понимании он обменивается информацией и навеки связывается кровью. Приближалась в Альпургиево ночь. Великий шабаш. Праздник ведьм. Андрей предложил сначала крепко выпить, а потом провести чёрную мессу. Как обычно, над телом обнажённой девушки. Всё шло по плану. Вино, свечи, заклинания. Уже начали поминать сатану, когда Андрей сказал, что уходит в свою комнату. Он собирался облачиться в чёрный балахон. Месса состоится в 2 часа ночи. Гуру всегда требовал, чтобы ритуалы начинались точно в назначенное время. Он сам прописал это в уставе своего тайного общества. И вот момент настал. Снова свечи, вино. Многозначительная тишина. И девушка, которую они должны принести в жертву сатане. Вот она ложится на Алта. Теперь дело за Андреем. Но тот не выходил. Прошло 10 минут, 20, 30. Все в недоумении. Даниил молча наблюдал за происходящим, потом поднялся и объявил, что проведёт ритуал сам. Он склонился над девушкой, как вдруг в следующий момент открылась дверь, и на пороге появился Андрей. Без облачения, заспанным лицом. Он что-то крикнул Даниилу. Тот ответил. Между конкурентами вспыхнула ссора. Он всех вот говорил, что вот не опаздывать там, начинать всё вовремя, а сам всё время опаздывал, потому что он считал, что он может это делать. Он выше этого. А это, говорит, да ты что, ты кто-то такой. Те что, выбирали всенародным голосованием? Что там, брошали для тебя белые и чёрные шары? Кто ты такой? Точно такой же, как мы. Почему ты вот опаздываешь? И этого взбесило. Да кто ты такой? Да почему ты меня замечаем тут делаешь? Да вообще. Ты тоже живёшь здесь, потому что, в общем-то, я этого только хочу. Веренка, меня просят. Тут мешалась эта девушка, говорит, да, собственно говоря, что это просит? Он здесь живёт, потому что, говорит, я его люблю. Андрей был вне себя. Только что при всех, него унизил и растоптал этот выскочка. Ему не жить. И Андрей вызвал Даниила на дуэль. Выяснять отношения решили тут же. У одного был нож, у другого в руках мачете. Вместе отправились к Головинскому пруду. Людмила выбежала следом. Всё походило на продолжение того бесовского спектакля, который они разыгрывали там, наверху. Только теперь всё пахло небутафорской кровью. Никто из них не представлял, каково это, умирать по-настоящему. И это был не рыцарский поединок. Всё произошло примерно так. Мы прошли несколько сот метров. В определенный момент Завгородник развернулся, ударил меня по лицу. Я инстинктивно закрыл лицо, после чего, когда убрал руку, увидел, что у Завгородника в руках нож. После чего я... Мачете был у меня в руках уже. В какой руке? В правой. А какой рукой вы закрывали лицо? В той же самой правой. И когда закрывал, посрабил себе ручкой мачете щёку. Когда убрал руку от лица, увидел, что у Завгородника в руках нож. Испугавшись, что он как бы убьёт меня или ранит, я нанёс ему удар мачете в область лица, головы, куда-то туда. Сколько раз? Этого я не могу точно сказать, потому что не помню. Это была не дуэль, а хладнокровное убийство. Вероятно, Даниил всё решил заранее и ждал подходящего момента, чтобы первым нанести удар. Он просто зарубил противника. Ведь тот даже не успел достать нож. В протоколе осмотра места происшествия следователи отмечают, что у потерпевшего я процитирую, на трупе имеется чёрный ремень, к которому прикреплены ножны. Нижняя часть их расположена под брюками. В ножны вложен нож чёрной ручкой, что свидетельствует о том, что потерпевший не доставал этот нож. Даниил – герой. Людмила чувствует себя свободной. И никто из них даже не попытался проверить, жив ли Андрей. Зашли в ближайшую палатку. Купили спиртного, чтобы выпить за победу. Кровь их не испугала. О смерти они говорили чуть ли не каждый день. Далее, что значит, что происходит? Далее мы уходим в сторону остановки какая-то... улицы Лавочкина. В магазине купили две бутылки вина. Одну из них распилили на остановке офисного транспорта, и затем отправились домой. Дома убийца снял запачканную кровью футболку и велел под руки постирать её. Людмила спокойно бросила одежду в стиральную машину. На следующее утро случайный прохожий обнаружил изуродованный труп юноши. На место трагедии тут же выехали оперативники. Ранним утром мужчина гулял с собачкой по берегу Головинского пруда. И увидел тело мужчины обезглавленного. Вернее сказать, голова болталась буквально на кусочки кожи. Ну, достаточно серьёзные преступления, страшные преступления, убийства. Перед оперативниками открылась страшная картина. Молодого человека из Крамсали, как тряпичную кухню. Лицо и грудь сплошное кровавое месиво. Кисть руки почти отрублена. Всё выглядело так, будто потерпевшего долго и расчётливо умер в шляме. Согласно заключению судеб медицинской экспертизы, на трупе Завгороднего было обнаружено порядка 18 рубленых проникающих ранений. Различных причём. Ранения были как и, например, в области головы, плеч, так и в области рук. Документов никаких не обнаружили. Но в кармане погибшего оказалась записная книжка. Стали обзванивать всех подряд. Среди множества имён наткнулись на это. Джокер. Под странным именем-кличкой значилась некая девушка Катя. Она не сразу опознала Завгороднего и указала на квартиру, где заседали юные сатанисты. Она и сама бывала в этой тусовке, но успела вовремя оттуда сбежать. Ну, сказать, чтобы вот она была накрашена, как вот девушка год, чтобы там чёрные волосы, чёрные там тени, вот такие вот веки. Нет, этого не было. Нормальная девчонка, которая говорила, ну да, вот я приходил туда, ну, может быть, от того, что... ну, нечем мне было заняться. Когда милиция прибыла по указанному адресу, Запоровский и Людмила были дома. Они и не думали скрываться. После того, как оперативники объяснили цель своего визита, девушка спокойно отдала им испачканную кровью одежду и мачете. О том, как на теле потерпевшего оказалось 18 ран, несовместимых с жизнью, Даниил плохо помнит. Игры с сатаной закончились девятью годами лишения свободы. В России русской православной церкви и другим главным религиозным конфессиям противостоят деструктивные секты. Они отнимают у своих адептов личность. Людей сопровождают депрессии, навязчивые состояния, психозы. Страдают не только они, но и их близкие. Их похоронили вместе. 15-летнему Сашу и 17-летнюю Олю. Брата и сестру. В тот же день против их матери было заведено уголовное дело. Валентину задержали по обвинению в убийстве сына. За некоторое время до трагедии женщина начала активно посещать секту. Следователи предположили, что именно это обстоятельство и послужило толчком к развитию кровавых событий. В тот день тело Ольги прохожие обнаружили под окнами девятиэтажки. Подъехавшие милиционеры установили. Она выбросилась с балкона своей квартиры с шестого этажа. Оперативники поднялись в квартиру. Дверь открыла хозяйка, Валентина. При осмотре места происшествия на балконе следователи обнаружили завернутое в одеяло тело мальчика с повреждениями на лице и шее. Экспертиза показала, смерть подростка наступила три дня назад. Валентина все еще считала своего сына живым. Валентина Павловна, почему сын-то не хотели хранить? Потому что он жив. Он жив? Конечно. Как жив-то? Да, жив. Почему вы так думаете? В каком смысле он жив? Буквально. Он же умер. Это по-вашему он умер. А по вашему? По моему он умер. А что значит по-божьим законам он жив? Что значит по-божьим законам? Он вас спасает. События того дня оперативники восстановили со слов матери Саши и Оли. Валентина утверждала, что заранее убедила дочь, Сашу надо убить. Разговор происходил на кухне. В комнату вошли в 9 вечера. Мальчик смотрел телевизор. Ольга достала из-под журнального столика шнур от пылесоса, передала матери. Та сделала петлю и накинула на шею сыну. Вдвоем затянули провод за оба конца. Почему мать так легко распорядилась жизнью своих детей? Неужели смерть для нее большее благо? А вы считаете, что вы сын добро сделали? Конечно. Как по Библии говорится, не бойтесь тех, кто убивает тело, а бойтесь тех, кто убивает тело, и бросает в ад. А вы его брали? Да. Да. Жизнь. Жизнь. Чтобы не погибнуть. Вот видите, нам трудно больно, потому что вы не знаете того, что я знаю. После того, как сын перестал дышать, Валентина с дочерью отнесли его в другую комнату и положили на кровать. Потом перенесли тело на балкон. В квартире оперативники изъяли книги и тетрадь с записями о конце света, о смерти и наказании за грехи. На одной из страниц оперативники прочитали. Мы выполняли свой долг. Моя семья. Мы спасали вас, чтобы вы имели жизнь вечную. Соседи рассказали, что Валентина посещала некую организацию. Отклонений в ней вроде бы не замечали. Однако женщина постоянно и истово говорила о конце света, о Боге и истинной вере. Поссорилась с матерью. Утверждала, что убьет и детей, и себя. Детям запретила общаться с родственниками. Заставляла сына и дочь тоже ходить в секту. Мы не подходим к преступлению, как что-то сектант совершил. Мы сначала рассматриваем как преступление. А потом, рассматривая мотивы, что двигало этим человеком, почему он это совершил, приходим к выводу, что это он совершил на почве того, что он был членом этой организации. Я не могу сказать, что все сектанты, преступники. Два дня мать не выпускала Ольгу из квартиры после убийства брата. Девушка не выдержала нервного напряжения. В день самоубийства просила у матери прощения. Не получив ответа, встала на перила балкона. Любой земной человек упадет с шестого этажа. Естественно, там он хоть где-то что-то сломает, кровь пойдет. А у него даже крови не было на асфальте. Согнал, я не потеряла. Ее говорит, что я своих детей убила. Я их спасла. При обследовании врачи обнаружили у Валентины признаки шизофрении. Женщина была признана невменяемой и направлена на принудительное лечение. На собрание во всевозможные секты ежедневно попадают тысячи людей. В основном это те, кому просто нечем заняться. Или легко внушаемые личности. Их можно убедить в чем угодно. Отдать деньги или квартиру. Пойти на смерть или самим лишить человека жизни. Вообще люди находятся, грубо говоря, в трех основных формах психического поведения. Это некая норма, это отклонение от нормы. И третья стадия, это уже болезнь, это патология. Я думаю, что у женщин была явная патология. То есть это даже было не отклонение. Эта патология усилилась, когда она пришла в секту. Она, собственно, и пришла в секту, потому что там ей говорили что-то такое, что она хотела бы услышать. Смутное время, проблемы, зависть, безденежье. Для кого-то это достаточное оправдание для игр со смертью. Причем выход из тупика или личное благополучие такие люди оплачивают не своей, а чужой жизни. Страшная реальность нашего времени – заказ на убийство. Громкий звук хлопнувшей двери вывел Виталия из оцепенения. Он услышал удаляющиеся шаги отчима. Фамилию этого известного в городе адвоката знали многие – Мельников. Вот он выходит из подъезда с беспечным видом хозяина жизни. Он все сказал Виталию, и тот должен его слушаться. Мельников не знал, как глубоко его ненавидит пасы. Вот вы знаете, что такое ненависть? Я бы отдал все, чтобы он страдал. Чтобы долго страдал. Тогда, после встречи с отчимом, Виталий еще некоторое время простоял в коридоре, а потом прошел на кухню. В бессильной ярости он достал бутылку, выпил залпом. Вкуса водки не почувствовал. Сжал руками голову так, чтобы боль стала сильнее обиды и страха. Ему надо было что-то придумать. Главное, чтобы ему никто не мешал. И тут он снова услышал шаги. Я увидела его на кухне. Но это просто... Ну, просто видишь, что твой любимый человек сходит с ума. На твоих глазах. Ну, надо было уже что-то делать. И тогда, в конце марта 2009 года, Виталий и Светлана приняли страшное решение. Они заказали убийство. Адвокат Мельников был домашним хираном. Он появился в семье Виталия, когда мальчику было 12 лет. А потом наступили годы унижения и издевательств. Кажется, очень хотел жить со свету и свою жену, и пасынка. Так прошло 10 лет. Вскоре Виталий женился, и тут пришла беда. Скончалась мама Виталия. И вот, сразу после похорон, его очень объявил нам, что обе квартиры оформлены на него. И что он великодушно даст нам время поискать новое жилье. Мельников сумел выправить все документы. Ни один суд не оспорил бы его право на квартиру. И вот Светлана застала мужа на кухне в бессильной ярости. Только что здесь был отчим. Он дал им два дня на сборы и переезд. А потом обещал врезать в дверь новые замки. Да, я его за человека не считаю. Да, убить таких можно, надо. Таких убивать не грех. Молодые люди стали искать исполнителя убийства. Связей в криминальных кругах у них не было, как и других вариантов. И тогда Виталий включил компьютер и принялся привычно бродить по интернету. Автоматически набрал в поисковике «Хочу убить». Это может показаться невероятным, но ему повезло. В тот вечер адвокат Мельников, как обычно, припарковал машину возле дома. Во дворе было тихо и бездутно. Только у подъезда терся какой-то странный молодой человек. Мельников понял – его ждут. И впервые в жизни испугался. В памяти лихорадочно пронеслись последние уголовные дела. «Может, это кто-то из бывших клиентов, которых не удалось отмазать от зоны, заказал меня этому типу?» Мельников попытался отогнать тревожные мысли. И быстро подошел к подъезду. Открыл дверь. Спокойствие и выдержка куда-то испарились. Он быстро вошел в подъезд. «Где-то я его видел!» Постоянно оглядываясь, Мельников бегом поднялся по лестнице. Он давно не испытывал такого страха. А вот и дверь его квартиры. Руки не слушались. Он долго искал ключ. Потом никак не мог попасть этим ключом в скважину. А если это и вправду они? Но где? Где, черт побери, он допустил ошибку? Войдя в квартиру, он зашел, повсюду свет, прошел к компьютеру. Его будто что-то подталкивало в спину. «Иди и просмотри свою почту!» На экране было одно единственное письмо. Мельников открыл его и остолбенил. Он получил письмо с текстом «Вы умерли страшной и мучительной смертью. Людоед перерезал вам горло в вашей собственной кровати». Вот это письмо. Слово в слово. «Вы проснулись на мгновение от острого ножа, полоснувшего ваше горло, и захлебнувшись собственной кровью, уснули навсегда». Так Виталий убил своего отчима. В интернете. Виртуально. Подобная история могла произойти с любым из нас. Компьютерное заказное убийство. Как бы игра. Понарошку. Но за ним стояли реальные взрослые люди. Это один из множества сайтов заказных убийств. В основном здесь сводят счеты с обидчиками и обиженными супругами. Ничем не рискуя, но вводя своих жертв в полуобморочное состояние. То, что появился такой в интернете сайт, как вот виртуальные убийства, это связано с тем, что человек имеет, скажем, неких оппонентов в жизни, ну, скажем, даже врагов, может быть. Но как противостоять, дистанцироваться, решать с ними проблему, убежать от них, да, или виртуально их убить, он не знает. И он просто идет на это в силу, может быть, того, что он не может в реальной жизни решить эту проблему. Неизвестно, где люди находят ответ на вопрос, что первично. Игра в убийство в интернете, где все похоже на жизнь, или наоборот, реальные преступления ложатся в основу сценариев этих игрушек. Сегодня в мировой паутине можно найти все, что угодно. Существуют тысячи сайтов безо всякой ответственности провайдеров. Сайты самоубийц, садистов, педофилов. Поклонники любых форм извращений могут найти здесь единомышленников и помощников. И все эти сайты существуют безнаказанно. Вот сайт, на котором Виталий убивал своего отчима, адвоката Мельникова. Здесь можно выбрать киллера, орудие убийства и пыток, место преступления. Сделать заказ и получить красочный отчет с самыми кровавыми подробностями. А потом человек, которого заказали, получает на свой компьютер письмо с подробным описанием собственной могилы, своей фотографии и того, какой мучительной смертью он умер. Ну, отчим кричал так, как будто его и вправду зарезали. А на его виртуальной могиле я написал «Умри, тварь! Мир без тебя станет на порядок прекрасней». Таких заказных интернет-убийств только на этом сайте более 94 тысяч. Страшно подумать. Почти 100 тысяч человек в мыслях совершили убийство. Но ведь от вымышленного до реального один шаг. А тем временем количество могил на виртуальном кладбище растет с катастрофической скоростью. У 94, как минимум, тысяч людей возникло желание разрешить каким-то образом свой конфликт. И если бы, наверное, за это ничего не было, возможно, это были бы реальные убийства. Форумы в интернете полны положительных отзывов о подобных сайтах. Я заказал пару своих врагов и получил глубокое моральное удовлетворение. Вероятно, вещь действительно нужная. Но статистика неумолима. Наибольшее количество убийств в сети совершают школьники и студенты. Они убивают своих учителей. Причем изощренно, с особой жестокостью. Вот слова, которые прочитала Мария Леонтьевна, одна из похороненных в сети преподавателей. «Сдохни со своей филологией». Андрей Пономаренко увлекся компьютерной стрелялкой. В игре он убивал всех своих друзей, знакомых и тех, кого не видел ни разу в жизни. В виртуальном мире все они были демонами, драконами, рыцарями. Но никто даже представить себе не мог, что Андрей станет убийцей в реальной жизни. Он житель Украины. У него высшее образование техническое. У него был свой бизнес. У него была жена. У него была маленькая, очень любимая им дочка. У него была мама. За игрой Андрей проводил по несколько часов в день. В этом виртуальном мире идет постоянная война. У каждого игрока свой персонаж воин. Им нужно управлять, убивая врагов и бороться за власть. Здесь творится настоящий беспредел. Процветает мародерство. Убил? Сними с трупа одежду, оружие, боеприпасы. Убили тебя? Не страшно. Через некоторое время ты возродишься вновь. Было установлено, что по 4 часа в день свободных от работы он проводил в игре. Он себя в игре любил. Потому что свои наиболее удачные нападения на замки и на противника он их выставлял в качестве таких вот маленьких мультфильмов с комментариями. Ему очень нравилось это занятие. Он выкладывал в интернете вот эти свои успешные победы. В виртуальной игре друзей нет. В жизни все немного иначе. Игроки, или как они себя называют, геймеры, часто собираются вместе. Знакомятся, пьют пиво, обсуждают игру. Молодые люди всегда тусовались в одном и том же баре. Андрей Пономаренко несколько раз приезжал в Москву на такие встречи. Здесь он был настоящей звездой. Отличный игрок, юморист, великолепный рассказчик. Ну, Пономаренко уже бывал на подобных встречах. Он был интересен в общении всем присутствующим. Наверное, потому что он был в игре одним из самых сильных игроков. И многие поэтому с ним хотели общаться. Он был интересен, общителен. Но никаких признаков агрессии я не видел. Он не проявлял. Но не все игроки были дружелюбными. Это Штай. Под этим именем играл Владимир Царев из Москвы. Все видели этого рыцаря в виртуальном мире. Но в реальном с ним не был знаком никто. У Владимира был повод скрываться. Штай настроил против себя десятки участников. Он писал провокационные письма чуть ли не каждому. Другие игроки отмечали, что этот человек выходит за грани разумного. На него поступали жалобы. Но вот это его поведение, оно заводило участников. Создаваемые конфликты привлекали либо новых игроков, либо новых зрителей. И поэтому администраторы игры на это смотрели сквозь пальцы. В виртуальном мире Штай выбрал такую стратегию. Дразнить игроков. Разъяренные противники пытались отомстить ему в игре. Но Штай знал. Эмоции – плохой помощник в бою. Он подкрадывался сзади и убивал тех, кто хотел разделаться с ним. Забирал оружие и становился все сильнее и сильнее. Когда Штай принялся подначивать Андрея своими письмами, тот сначала не обратил на это внимания. Удалил одно сообщение, потом другое. Но однажды от Штай пришли оскорбления. Их нельзя передать в эфире. Они касались жены Андрея и его маленькой дочери. Пономаренко просто взвыл от ярости. И понял – он будет мстить. Ну, мы спрашивали, как Штай оскорблял семью Пономаренко. И Пономаренко нам ответил, что Штай называл его дочь игрушкой для сексуальных утех, а жену – женщиной непристойного поведения. Как и все, кого обидел Штай, Андрей хотел отомстить обидчику в игре. Но Штай, как всегда, оказался китрее. И Пономаренко чуть не выбыл из игры. Шло время. Андрей продолжал играть. Казалось, страсти улеглись. Как-то он приехал в Москву на очередную встречу игроков. Как обычно, собрались в баре. И вдруг он увидел того, кого все называли Штай. Тот даже не думал скрываться. Вместе со всеми выпивал и общался. Увидев своего врага, Пономаренко вышел из себя. В нем проснулась старая обида. А Штай вел себя, как хозяин и победитель. Пономаренко, увидев своего обидчика, вскипел. Предложил ему выйти разобраться на улице по поводу этих оскорблений. Между ними возник словесный конфликт. Тот отказывался извиниться. Говорил, что это игра, что тут на этом не нужно придавать значения. Пономаренко нанес ему удар головой по лицу. И наш обидчик убежал обратно в кафе. На шум сбежались игроки. Среди них был Александр Блескин. Его считали великим дипломатом. Он умел развести дерущихся по углам. Незадолго до той встречи он уже разнимал повздоривших приятелей и повредил руку. Когда произошел конфликт у бара, Александр подошел к Андрею и попытался его успокоить. Игра и жизнь разные вещи. Предлагал выпить пиво и разойтись. Но Андрей его не слышал. В нем заговорило спиртное. Андрей больше не кричал, не ругался и никого не обвинял. Он смотрел на Блескина и готовился к бою. Психологи говорят, зачастую люди, которые надолго погружаются в компьютерные игры, перестают замечать грань между виртуальным миром и реальностью. В жизни они начинают действовать точно так же, как и их персонажи в игре. Пономаренко ударил Блескина первым. Завязал из драка. В какой-то момент они оба, и Пономаренко, и Блескин отклонились в сторону на метр. И как бы, как сказать, сгруппировались. Я увидел то, что Пономаренко нанес удар кулаком прямо в голову Блескину. Ну, так скажу, удар был сильный, потому что голова Блескина в сторону отклонилась, и сам он пошатнулся, и вообще тело Блескина куда-то наклонилось в сторону. Сразу за этим ударом последовал второй удар, но уже правой ногой, ну, куда-то в верхнюю часть тела. Я конкретно не заметил или в голову, или в грудь, потому что все настолько быстро произошло. Блескин упал и потерял сознание. Пономаренко добивал его ногами. Кто-то вызвал милицию и скорую. Игроки оттащили Андрея в сторону. Пономаренко не был сильно пьян. Он видел и осознавал, что делает. Он смотрел, как над парнем суетились врачи. Бесстрастно отвечал на вопросы милиционеров. На следующее утро Блескин скончался в реанимации, так и не приходя в сознание. В отношении потерпевшего отец его на суде сказал, что когда на похороны собралось огромное количество народа, он сам не ожидал, что его сын пользуется такой неизвестностью, что его сына настолько много у него друзей, которые пришли почтить его память. Пономаренко получил 8 лет лишения свободы. Сыграла свою зловещую роль компьютерная игра или в нем проснулись прошлые обиды, сказать трудно. Но, видимо, в своем сознании Андрей не раз рисовал эту сцену наказания обидчика. Если человек играл бы тигр и потом вдруг с кем-то встретившись поссорился, поругался и убил другого человека, значит, он уже до этого внутренне, независимо от этих игр, у него были соответствующие установки сформированы. Он был уже в какой-то мере на уровне своих ценностных ориентаций замотивирован на убийство. Сегодня Илья Рыжанушкин – автогонщик, спортсмен-экстремал. А в 90-е принимал участие в подпольных боях без правил, где дрались не на жизнь, а на смерть. Дикое время – дикие нравы. Все было не так красиво, как в кино. В этом зале все, как и раньше. Самодельные тренажеры, фотографии культуристов. Именно здесь, в начале 90-х, Илья занимался борьбой. Молодой, перспективный спортсмен. В один прекрасный день, когда он выходил из спортзала, к нему подошел мужчина и предложил подработать. Подошел человек и сказал, Илюха, Илюха, Рыжанушкин, Рыжанушкин, давай, есть тема, пойдем поговорим. Отошли, поговорили, взяли по пиву, по-моему, в каком-то ларьке. Из ларек зашли и так вот банально договорились. Человек рассказал, что есть вариант, выехал на один день, покрушил товарищу физиономию, получил на количество денег. То есть обещали минимальное лечение, если вдруг меня уделывают конкретно. В принципе, терять было нечего на тот момент. Первому бою без правил Илья готовился как к празднику. Он даже не нервничал, был в форме. Он молодой и уверенный в себе человек, не сомневался, он лучший. Тогда Илья не знал, что драться будет не на ринге, а на лесной поляне, в свете фар бандитских внедорожников. Потом у него будет много рингов и полян. А это был первый бой, который, по сути, оказался кровавой свалкой. Что есть свалка? Привезли группу бойцов, выгрузили и по одному на ринг. С другой стороны привозят группу бойцов, другой человек выставляет свою. Их могли привезти от двух до пяти групп одновременно. Больше просто ринг не переваривал. Долго находиться на одном месте было нельзя. Всегда были новые места, всегда были новые полянки. Два раза мы в одном месте не выступали. Бои заканчивались, когда кто-то из бойцов терял сознание. Лежишь в нокауте, противнику победа. Травмы и увечья были обычным делом. Покалеченных везли в больницу. Но Илья не в обиде на организаторов. Трудное время, шальные деньги. Он знал, за что дрался. Эти люди тогда действительно показались благодетелями. Потому что в 90-е годы было очень сложно зарабатывать хорошие деньги. Если помните, в 90-е годы понятие миллион рублей было очень хорошее. Только вот миллион я зарабатывал за бой. Организаторы беспокоились только об одном. Чтобы их не накрыла милиция. Ведь здесь ходили большие деньги. Тотализатор. Поэтому места проведения боев менялись постоянно. Вот там располагался, стоял наш автобус. Выводили нас оттуда по одному. И рядом стоял здесь второй автобус. А гостевые машины парковались вот тут, около реки. И убреждающий кордон располагался на вот том углу леса. И если вдруг там что получалось, так, подозрительное движение начиналось, они звонили сюда, люди садились на машины, и по дорожке уходили в другую сторону. В те годы каждый зарабатывал как мог. И все же во всем этом было много крови и боли. О том, что выживали не все, история умалчивает. Непростое время испытывает людей на прочность. Одни стремятся изгнать из себя страх перед неизвестностью. Другие уходят от проблем в тусовки и полулегальные сообщества. Третьи затевают игры со смертью. Не у всех получается выйти из такой игры победителем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова